всем привет это павел куксенко я являюсь соосновательным и президентом национальной ассоциации аукционных брокеров продолжая тему юрист на час сегодня осветим тему согласия супруга супруги разъясню несколько моментов чтобы у вас было понимание очень часто от наших соратников особенно молодых или вообще где-то в интернете очень часто пишут о согласии супруга супруги нужно или не нужно вообще зачем это нужно в чем логика и так далее почему я должен это вообще со своей супругой или супругом обсуждать и этого не хочу я вообще не хочу чтобы он или она там об этом знали и так далее так вот коллеги очень часто когда мы подаем заявку мы прикладываем согласия супруга супруги когда речь идет об имуществе недвижимого характера дат когда речь идет о недвижке это коммерческая недвижимость жилая недвижимость земельные участки в том числе и так далее арбитражные управляющие очень часто требуют приложить согласие супруга супруги и многие из наших соратников говорят и что я на каждую сделку буду оформлять согласие супруга супруге но ведь платно его нужно делать в нотариате короче многие пытаются этого избежать и не понимают логику вообще зачем это делать так вот данное требование взято не с потолка оно предусмотрено у нас статьей 35 семейного кодекса где черным по белому прописано в пункте 3 для заключения одним из супругов сделки по распоряжению имуществом права на которые подлежат государственной регистрации недвижимость мы с вами на государственном уровне будем регистрировать безусловно сделки для которой законом установлена обязательно нотариальная форма или сделки подлежащие обязательно государственной регистрации необходимо получить нотариально удостоверенное согласие другого супруга супруг чье нотариально удостоверенное согласие на совершение указанной сделки не было получено в праве требовать признание сделки недействительной в судебном порядке в течение года со дня, когда он узнал или должен был узнать о совершении данной сделки. Уважаемые соратники, вы сейчас задаетесь вопросом наверняка целый год, кто там будет это оспаривать, обычно подобные деньги обсуждаются в семье, так вот я вам скажу, что немногие хотят вообще это выносить на обсуждение со своими супругами, со своими вторыми половинками и арбитражные управляющие подстраховывают себя таким образом, потому что через год какая-нибудь супруга, либо какой-то супруг поймет, что его вторая половинка приобретала на аукционе по банкротству какую-то недвижимость, например, квартиру, ее успешно продал и с ней не поделился, например, да, и в этом случае пойдут обжаловать данную сделку, уповая на то, что деньги были общие, нужно было это со мной согласовывать, это имущество является совместно нажито, ну и так далее. Арбитражные управляющие абсолютно резонно и абсолютно законно требуют данное согласие, и я их очень понимаю в этом плане, зачем себе плодить трудности впереди, которые могут возникнуть, поэтому лучше подстраховаться здесь, но есть один маленький нюанс. Для того, чтобы избежать регулярное создание согласия супруга-супруги в нотариате, можно сделать один раз брачный договор, причем брачные договоры могут быть вот такой толщины, а могут быть вот такой, как в данном случае. В нашем случае брачный договор предполагает одну лишь строчку, которая нас там интересует, все остальное это декорации, как вы понимаете, и требования закона, то, что там должно быть прописано. Так вот, там есть строка о том, что все сделки, которые я буду совершать с аукционов по банкротству, с моей второй половинкой согласованная, и моя вторая половинка не имеет каких-либо к этому имуществу притязаний, возражений, никак к этому не относится, и никаких финансовых обязательств здесь не несет. Ну, примерно текст такой. В качестве бонуса под этим видео мы приложим вам эту строчку, вы увидите, как это должно быть написано, все остальное вы можете у нас либо запросить, либо прийти в нотариальную контору и оформить это там одним разом. Далее, друзья, согласие супруга-супруги очень часто арбитражные управляющие не требуют, при этом говорят, что согласие вам потребуется при регистрации, при переходе права в регистрирующем органе, пусть оно у вас будет, будьте к этому готовы. Очень часто об этом можно и нужно договариваться, когда ты не успеваешь его сделать, к примеру, ты идешь в многоходовку, у тебя агентская схема, ты действуешь в интересах своего инвестора, и инвестор просто-напросто не успевает сделать согласие супруга-супруги, и вы просто думаете, что все, ничего не получится. На самом деле, арбитражный управляющий может допустить вас к торгам, если вы с ним об этом договоритесь. Просто позвоните, предупредите, что у вас вот такая ситуация. Например, вы ему дошлете согласие там в течение двух дней, чтобы он уже был спокоен и так далее, что у него не будут какие-то возникать в будущем сложности. Поэтому общайтесь, занимайтесь правильными делами, занимайтесь аукционами по банкротству, подписывайтесь на наш канал, ставьте лайк, жмите в колокольчик, и будет вам интересный контент.